Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Про Цветок. В этом видео я Пашки Ильич Анна. И вместе с вами мы раскрываем наиболее обсуждаемую в интернете тему копать землю или не копать, а если копать, то когда это лучше делать, осенью или весной. Не существует однозначного ответа копать или не копать, поэтому мы в данном видео обсудим как положительные, так и отрицательные моменты данного вопроса. Когда мы копаем землю, то мы измельчаем его гранулометрический или механический состав. И если мы говорим о том, что мы перекапываем землю на легких почвах, то надо быть готовым к тому, что в какой-то момент при активном перекапывании земли почвенные частицы начнут пылить, и если для вашего региона характерны устойчивые ветра, то просто будет происходить выдувание почвы с тех участков, где вы ведете активную перекопку. Поэтому если вы принимаете решение копать на легких почвах, то лучше это делать не более одного раза в сезон, и лучше этот момент приурочить к весне. Если мы для себя принимаем решение копать на тяжелых почвах, то тогда допускается эту манипуляцию проводить два раза в год, как осенью, так и весной. Также, когда мы перекапываем почву, мы изменяем капиллярность почвы, снижается ее влагоудержание и снижается также насыщенность почвы кислородом. Поэтому, когда мы перекапываем плотные почвы, тяжелые почвы, глинистые почвы, то необходимо их разрыхлять с использованием различного рода органических компонентов, например, листва, хвойный опад, опилки крупной фракции. Также идеально подойдут для размягчения почвы солома. Такими биологическими компонентами мы будем способствовать влага и кислорода удержанию в почве. Помимо основных органических компонентов, вносимых в почву, можно и нужно засевать сидираты как на легких, так и на тяжелых почвах, которые будут являться альтернативой любой перекопке, разрыхляя и улучшая ее структуру. Конечно, можно копать с переворотом пласта и без него. Когда мы копаем почву с переворачиванием пласта на глубину штыка лопата, это 30-40 см, то, к сожалению, мы меняем местами микроорганизмы, которые находятся в почве. На поверхности почвы живут микроорганизмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходим кислород. В более глубоких слоях почвы живут микроорганизмы, которым кислород не нужен. И когда мы ведем перекопку с переворачиванием почвенного пласта, то эти организмы находятся как первые, так и вторые в тех кислородных условиях, которые губительно на них действуют. Поэтому, когда мы ведем перекопку с земли с переворотом пласта, то не лишним будет заселить перекопанную землю полезными микроорганизмами с использованием различных БТУ-комплексов, различных М-препаратов, то есть тех препаратов, которые содержат агрономические или полезные микроорганизмы. Необходимо учесть, что внесение любых микробиологических препаратов в почву должно осуществляться при соответствующей температуре. Как правило, оптимальная температура обозначена на этикетке тех препаратов, которыми вы пользуетесь. В среднем она составляет порядка 10-12 градусов выше 0. Когда мы меняем местами микроорганизмы, введя их численные сокращения в почве, то мы лишаем наши растения в будущем определенной доли урожая, поскольку микроорганизмы, они помимо того, что выполняют основную функцию, как гумификация органических компонентов, помимо этого они вступают в различные симбиотические отношения с корнями растений, формируя их резосферу, и также они переводят находящиеся в почве элементы питания в доступное к усвоению растениями форма. Возможно, вы захотите задать вопрос в комментариях, а именно, при переворачивании пласта земли мы убиваем патогенных микроорганизмов, которые находятся в поверхностном слое почвы, лишая их кислородных или оптимальных режимов роста и развития. Я отвечу на него в этом видео. Было проведено исследование, что основная масса патогенных микроорганизмов, это различного рода бактерии, грибы, живут в почве на глубине 50 см. И когда мы провозим перекопку почвы на глубину 30-35 см, переворачивая пласт, то мы уменьшаем численность патогенов всего лишь на 10%. И тем самым убиваем не только патогенных, но, как я уже говорила ранее, и полезных микроорганизмов. Также, когда мы не ведем перекопку осенью, а при необходимости делаем это весной, то мы оставляем семена сорных растений, которые за весенний, осенний, зимний период выпривают и вымерзают. Альтернативным вариантом не копать ни осенью, ни зимой будет являться наличие на вашем участке постоянных или высоких грядок. Когда мы не копаем, а мульчируем, высеваем седираты, заделываем легким рыхлением их, высеваем семена, иными словами, сохраняя плодородие почвы и повышаем урожайность тех культур, которые выращиваем у себя на огороде. Конечно, если у вас не участок для души, а большое количество земли, которое требует соответствующей обработки, то говорить о перекопке не приходится. Там уже, к сожалению, нужно пахать. Всего вам хорошего. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч. До свидания.